Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 18 августа 2020 года, у микрофона Рион Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня я хочу немного поговорить о пост-офисе, так сказать, с почте американской USPS, потому что сейчас очень много, ну скажем, так сказать, нервов и волнений происходит вокруг желания почему-то, так сказать, не очень понятно, почему желание демократов, чтобы все голосовали по почте, и их такого, так сказать, напора по этому поводу, и войны, как бы, Трампа с этой идеей. Вот без того, чтобы говорить, кто прав, кто виноват, давайте я вам расскажу о том, что такое американская почта, чем она отличается от других всяких почт, в чем ее особенности, в чем плюсы и минусы от того, что предлагает одна та и другая сторона. Значит, USPS, значит, известная как Почта Америки, имеет в США абсолютно полную монополию на поставку почты, поставку P7, значит, у них была, вообще, так сказать, монополия также и на поставку бандеролей, но с трудом от нее, так сказать, вырвали их монополию на доставку этих бандеролей, то есть посылок там и тому подобное, и таким образом возникал FedEx, USPS, UPS и другие. Значит, почта США немедленно судит, разоряет, а то засажает по тюрьмам тех, кто пытается с ней конкурировать. Вот вам, так сказать, монополия, против которой мы боремся, а государство взяло и организовало саму себе, так сказать, много лет назад монополию и никак ее не отпускает. Известная история с предпринимателем Лизандром Спунером, из многих, которые, так сказать, люди разорялись, садились, так сказать, штрафовались за то, что они доставляли там письма кому-то. Лизандр такое странное имя, да, так сказать, Лизандр Спунер, который начал разносить сначала по Нью-Йорку, потом окрестностям, потом по нескольким штатам, значит, письма. А быстрее, чем ЮСПС, ровно за половину цены, которую берет ЮСПС на марке, и со страховой ответственностью за доставку. Его разоряли. И посадили несколько его помощников, значит, просто за то, что они доставляли почту на территории США. Это и было обвинение. Они доставляли почту на территории США. ЮСПС – это такая антибизнес, который каждый год теряет миллиарды, упорно продолжает работать. Почему-то Конгресс ни республиканский, ни демократический, так сказать, это дело не останавливает. Непонятно совершенно почему. Ну, у меня есть идеи, но не буду их сегодня высказывать. Не тема. Вот. Тем временем увеличивая зарплаты руководству и бенефиты, и особенно пенсию всем своим сотрудникам. На сегодня мы, налогоплательщики, я имею в виду, из-за действий ЮСПС, имеем обязательств на 130 миллиардов долларов по пенсионному фонду вот этой самой почты, которая, значит, все время повышает цены и все время им не хватает. Даже если почту разогнать сегодня, да, и всех уволить, вообще всех остановить ее просто, да мы с вами будем платить по, значит, почтарям, уже уволенным там и прочее, пенсии и другие обязательства, которые они на нас набросили, подписали друг с другом, они стали нашими обязательствами, десятки лет после разгона. То есть с нас будут, берут и так слишком много денег, работают хуже, чем Федекс, там теряют почту, знаем много случаев, выплачивают себе столько денег, что мы должны за них платить 130 миллиардов и никак не дают никому с ними конкурировать. Недели две назад постмастер-дженерал, это глава, так сказать, этого ведомства, объявил Конгрессу, что если ему сейчас же не выдадут 75 миллиардов долларов, прямо сейчас же, то, так сказать, пост-офис закроется. Как сейчас выясняется, ЮСПС годами не подавала детальных отчетов о том, куда утекают деньги. Им давали деньги, потом они приходили, нам не хватило, дайте еще, им давали еще, они тем временем подписывали обязательства, 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 платите, а то платите, а то и бац, а раз они государственные учреждения, а то, значит, мы все на крючке. В 1970 году, когда, значит, почтари решили бастовать, в то время президент Никсон просто вызвал национальных гвардейцев, они заменили всех почтовых работников по всей стране. Похоже, что как только мы выйдем из кризиса, нам снова поднимут цены на марки, ну и на ее услуги, соответственно. Ну, ладно, давайте поговорим о роли, значит, ЮСПС, почтового, так сказать, американской почты в голосовании. Начнем с раннего голосования. Значит, обе партии уговаривают своих последователей голосовать как можно раньше, намного раньше, чем закончится избирательная кампания, раньше, чем даже начнутся дебаты между претендентами. То есть, раньше, чем они сами смогли бы передумать, посмотреть и сказать, опа, я зря за него вообще хотел голосовать, а другой-то оказывается и тому подобное. То есть, сотни тысяч, а возможно и миллионы людей проголосуют, а потом, когда решат, что сделали ошибку, ничего уже поделать не смогут с этим. Относительно обязательного голосования по почте существует голосование, открепленное, так называемое. Человек обращается с просьбой, его удовлетворяют, он, так сказать, получает некие анкеты и голосует. То есть, проведена некая работа, человек попросил, получил, так сказать. А вот если в каком-нибудь штате послать почту всем по списку, да, то списки годами не обновляются. У них минимум 10-15% неправильных адресов, устаревших адресов, люди переехали, люди умерли, кстати, да. В одну квартиру приходит десяток иногда бюллетеней, совершенно различных людей. Вот ко мне приходили бюллетени, но людей, которые даже не слышали, что никогда-то здесь жили. Я просто выяснил, что, оказывается, и такой здесь жил. Это открывает огромное поле для фальсификации. С обеих сторон, естественно. Кроме того, это открывает возможность непринятия результата выборов, что самое ужасное на самом деле. Что ввергнет страну в хаос и еще большие беспорядки, чем то, что происходит сейчас. У нас не будет власти законной, а будет, что называется, гражданское неповиновение, столкновение. Я не хочу слова «война» говорить, но, так сказать, почти что гражданская война, возможно. Кто-то выйдет оружие, а кто-то другая сторона тоже выйдет оружие. В нескольких штатах система голосования по почте выстраивалась годами, отрабатывалась, усложнялась, упрощалась, продумывалась и тому подобное. А в других штатах ничего не создано по этому поводу и обязательно совершенно приведет к потере бюллетеней. А к появлению, ну скажем, незаконных бюллетеней, к массовым пересчетам, к судам в каждом графстве, в каждом, как они говорят, зип-коде. Так как сегодня не совсем обычная ситуация. Дело в том, что у нас не очень мирные такие отношения. Ну, этот выиграл, тот выиграл, там немного. У нас пол Америки будут голосовать не за очень непопулярную и, ну скажем, там, синильную, так сказать, синильного Байдена, Камала не синильная и вызывающую у многих американцев отвращение. Особенно в Калифорнии ее просто называют открытой проституткой Камалу Харрис. Не политической кратерой проституткой. А, значит, будут голосовать голосование ненависти, так называемой, к Трампу. Я спрашивал людей с той стороны, так сказать, с этой стороны и тому подобное. И вот те, кто заражены ненавистью к Трампу, значит, на вопрос, а за полпота вы бы голосовали, говорят, да, если он против Трампа. А за Сталина, да, за Сталина, а за Гитлера, за кого угодно, лишь бы не за Трампа. То есть, вот позиция такая, что делать все, что угодно, так сказать, подлоги, обманы, хоть за Гитлера, лишь бы избавиться от Трампа. Поэтому будут обязательно при таком раскладе будут подлоги и обманы. То есть, не могут быть, а будут. Значит, CBS, это телевизионная сеть, значит, послала, значит, такую проверочку устроила, послала 100, значит, псевдо-бюллетеней по адресам в городе Филадельфия. И по дороге 3 пропало, значит. Кажется, вы пустяки, да? А 3% это больше, чем разница между демократами и республиканцами в очень многих штатах. А, значит, кроме того, еще несколько вернулось позже, чем нужно было, чтобы они были учтены. Значит, тогда, значит, CBS закончил, так сказать, этот эксперимент, послал еще 100 бюллетеней, теперь уже по более сложным адресам. Там, по пригородам, по удаленным адресам, там и тому подобное. Прошло 4 дня, они проверили, ну, все люди были, с которыми я сконтактировали до того, и 21 из них, 21% не получили все еще, значит, эти вот бюллетени, то есть не пришли еще адреса. К вашему сведению, почему это важно? В половине штатов, которые никогда в своей жизни не делали голосование по почте, это не абсентибал, о которых я рассказывал, ты требуешь, просишь, тебя переписка, тебе удовлетворяют твою, так сказать, просьбу, там и тому подобное. Значит, они разрешают запрашивать открепление, то есть голосование по почте, в Нью-Йорке, например, да, не позднее, чем за неделю до голосования. Что это значит? А комиссия по голосованию Нью-Йорка уже предупредила, а то есть почта, извиняюсь, Нью-Йорка уже предупредила посмешно Нью-Йорка комиссию по голосованию, что если кто-то, значит, вот затребует за неделю, или там даже за две недели, да, то время того, когда он затребовал, значит, из этого самого, из, так сказать, центра по голосованию, комиссии, да, ему высылается письмо, это письмо приходит, он не сию секунду садится его заполняет, прошло какое-то время, потом посылает его обратно, вот в том огромном колье, так как будет, больше, чем перед Рождеством, то есть в 10 раз больше, чем перед Рождеством, вы себе представляете, с такими потерями в рождественский период, говорят, ни в коем случае не высылайте письма, здесь будет хуже намного. Так вот, если люди будут это делать, то никакие их голоса не будут учтены, просто по той причине, что почта не справится с этим, почти мейстер это говорит. Значит, гарантированно, вот, так сказать, из того, что считала, что 20 до 40 процентов таких бюллетеней не придут во время, не смогут быть подсчитаны, и все кандидаты в Сенат, все кандидаты в Камера, ну и, соответственно, в Белый дом будут требовать пересчета, зачета результатов, учета этих бюллетеней, а по закону их нельзя учитывать. Значит, та сторона будет требовать, чтобы не учитывали, или наоборот. Ну, в общем, начнется такая задержка результатов, и такой бардак в стране. В некоторых городах, где шло голосование по почте, находили потом пачки заполненных бюллетеней, то есть уже, так сказать, закрытых, заполненных мусорных ящиков. А разрешение, значит, активистам ходить и собирать бюллетени, харвестинг по-нашему называется, да, вот, и помогать жителям их заполнять, приводит вообще к куче злоупотреблений, не может, а приведет. В 2016 году 6,5 миллионов отознанных бюллетеней избирателям не были получены обратно. А у полученных неясно было, сколько действительно заполнены избирателями, а сколько активистами, вот, которые не очень спрашивали избирателей, возможно, а сколько мертвых душ проголосовало, не знает никто. Но только приход в избирательный участок с предъявлением удостоверения, вот он, я, вот он, значит, вот сможет дать ответ, действительно ли вы, вот вы, голосовали, приняли участие в выборах Конгресс, Президентом, решение каких-то вопросов, связанных с налогами, в Сенат, там, и там местную, так сказать, такую какую-то Конгресс, там, не знаю, там, ассамблея, как они там называются в каждом штате, там, в городские власти и тому подобное. Никто не узнает этого, сколько, кто и как, если это будет посылаться в полном этом бардаке. Еще раз, в Рождество бардак, а тут будет в 10, а может в 100 раз больше, чем в Рождество. Надо, чтобы выбор президента делал народ Америки, надо, чтобы выбор конгрессменов делали люди, которые живут в его участке, выбор в Сенат и тому подобное делался людьми, которые имеют на это право. Надо, чтобы мы избирали, а не нам избирали. Я хочу, чтобы наша выборная система была, ну, скажем, как минимум честной, чтобы предоставить одному человеку, имеющему это право, один голос, а совсем не отнять 100 голосов у людей, которые об этом сном, духом не знают, и передать их гуртам той партии, активист, который собирает эти бюджеты. И, господа, то, что я говорю, рассказываю вам, это не мои выдумки. Это все базируется на фактах, утверждениях, докладах, скажем, того же почтмейстера и тому подобное. Поэтому, если вы хотите честных выборов, то собирайтесь, идите, стойте в очереди, да, может быть, 4 часа придется постоять, в метре, так сказать, от другого человека, в маске, да, тяжело, да, дождь, да, все. Но, по крайней мере, пусть это будет тяжело 4 часа, зато выбор будет ваш, а не сделанный за вас. На этом все. До свидания. До следующей встречи.